Сейчас, что я у нас купил, у меня был кабанчик. Кабанчики лепят. Да, скорее всего, там 2 кабанчика и 4 кабанчика. Так, ну давайте. Влюбай, да? Угу, уже. Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Братва уже созрела ко второму уколу железом. Сейчас мы, как обычно, с суэфировитом. Ноги не кусай, больно, ты что? Ты смотри, какие кусючие. Ну, и будем уже 5 кубов по-взрослому. Колоть будем вляжку во внутреннюю сторону. Ну, в принципе, можно колоть в загривок, мне удобнее вляжку. Только поэтому будем делать это. Илюха, подержи, пожалуйста. Так, с самого наглого, который меня кусал. Тихо, тихо, тихо. Как видите, поросятки у нас лысенькие, хорошенькие. Как положено быть патреинщику. Илюха, барканый. Эх, неровальный. Что, ногу потянул? Кстати, вот этот выводок какой-то небешеный. Спокойный, вот все ходят. За ноги кусают. Ну, немало от этого, знаешь, какой-то лезет на голову друг к другу. Видели людей. Ты что, этот Кира тут? Игривый. Да. Мама, спокойная. И повырастали сводки. Что надо? Диви, ну. Ну, смотри какой сводок. Весь у папку. Ищи из яйца. Я правильно сказал, что весь у папку. Ну, потерпи. Ты же мужик. Мужики терпят. Поехали, давай, давай, дай сюда. Держи. Вот этот вообще сводок, смотри. А эти самые не такие вот. Как их лысые. Лысые, хорошие такие, да, видишь? Прямо квадратные. А те что, шерстяные, не такие квадратные. Ну, тоже патронные. А ну, шерстяные, ходи сюда. Шерстяная морда. Возраст 10 дней. Второй укол железом. Железом колоть обязательно. Потому как... Слушай, это что, хряк? Фу, вонючий. Так я была, я так хряку уже воняю. Смотри, уши как пригнуло. Так, вон с отбитой ляжкой. Видишь, вот он, да. Вот смотри, у него сзади справа нога, вот, это как отек. Ну, меньше уже стало. Был прям вообще большой, огромный прям. Сейчас мы тебя дружбан. Ай, больно? Вы что? Кто-то подошел меня прям за ногу. О, да. А ну, иди сюда, ушастая вода. Девочка. Девчата трошки поменьше. Размером. Колем можно внутримышечно, можно внутри подкожно. В принципе... Ой, да, маркер, маркер. Забыли маркеровать. В принципе, не... Ну, можно хоть так, хоть так уколоть. Если будете делать в районе шеи, это будет... Да больно же, ну ты что? Он стоит мне, ногу грызет, пальцы кусают. Ты что? А ну, ходи сюда. Тихо, тихо. О, о. Талант. Слышь. У него, походу, наверное, чинутряк какой-то. Не, это девочка, придави, придави вас. Так, Илюха. Держи, так. Держи. Я и за ухом указал. Вот так вот между пальцем. Да, да, да. И подкожно делаем. Так, у него прошло. Аккуратно. А то не кровь, а то железо просто, не страшно. Вот, а то я сильно придавили ножку. Посмотрим. Ну, я думаю, к месячному возрасту все пройдет. Вот я... Внутренняя часть прям такой там подтек. Ух! То кровоподтек, наверное, был. Или я даже не знаю, что-то как водянка. Водянка. Так, что там у нас? Самый мелкий. А ну, ходи сюда костыли. Он там нож под этим. О, о. Тоже какая-то... Смотри. Вот она, зараза, тукая. Да не бойся, она не выйдет. Рыжик дурак и есть. Не надо еще маркировать, уже все. Вот тут. Я не попутаю, там красная вся пуза. Ну, что, не так весело? Куда бы смыться? Я что хочу сказать. Болезненных ощущений особо у них нету, в принципе, у поросяток. А тут основное, ну, как, скажем, они переживают из-за того, что не привыкши, что люди по ним ходят тут. Их трогают. Из-за этого они вот только скрещат. Ну, в принципе, в принципе, от железа им только полезно. Поэтому не забывайте их вовремя витаминить, вовремя железить. И тогда поросятки будут расти вот такие вот веселые. Веселые, слышишь? Большие и веселые. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Продолжение следует...